Как вы понимаете, тема христианин и светское государство обширна и имеет много различных аспектов. Есть в ней еще один вопрос, который я первоначально в лекции не включил по определенным соображениям, но все же теперь я хотел бы коснуться этого вопроса хотя бы на несколько минут. Во время написания соответствующей главы учебника я размышлял над этим вопросом и высказал определенные соображения по этой теме, но в последнее время я возвращаюсь к размышлению над этим вопросом все чаще и чаще. Так что же это за вопрос? Итак, во время моих собственных путешествий, а также по рассказам миссионеров, также по рассказам местных жителей в других странах, где мне довелось побывать и преподавать, люди неоднократно задавали мне вопрос этического плана. И вопрос этот касался взаимоотношений христиан и чиновников. Иными словами, взаимоотношений христиан и должностных лиц страны, может быть, города, района или любого другого населенного пункта, где они проживают. И суть вопроса, думаю, лучше всего будет пояснить на конкретных примерах. Итак, вот один из этих примеров. Один миссионер во время нашего служения в другой стране как-то рассказал мне, что водить машину там, в той стране, очень непросто. И дело в том, что многие представители автоинспекции в той стране делают все возможное, чтобы каким-то образом на этом заработать для себя деньги. Получается вот такая нехитрая ситуация. Предположим, кто-то едет по городу, и этот человек, этот водитель, едет по правилам, соблюдая все нормы. И вот на его пути встречается какой-то бессовестный инспектор, который так и ищет, к чему бы придраться. Он останавливает автомобиль этого человека, ну, скажем, под предлогом того, что водитель нарушил какие-то правила, и говорит водителю. «Знаете, сейчас я вам выпишу штраф, и также сообщу об этом в соответствующей инстанции». И, возможно, такое повторяется и раз, и два, и еще, и еще раз. И вот этот мессендер рассказывает, что однажды его останавливали чуть ли не на каждом перекрестке, и каждый раз выписывали штраф, еще и еще раз. Согласно законодательству той страны, три выписанных штрафа в день грозят водителю лишением его водительских прав, учитывая обстоятельства жизни в том месте, где этот миссионер нес служение, трудиться и обеспечивать семью без автомобиля ему было просто невозможно. Итак, что же ему оставалось делать? Как он может в таких ситуациях продолжать служение и обеспечивать свою семью? К тому времени он уже выяснил, что нередко в подобных случаях, когда водитель останавливает автоинспектор и вменяет ему вину нарушения правил дорожного движения, нередко в таких случаях водитель начинает беседу с автоинспектором. Конечно же, автоинспектор пугает вначале и говорит, что он сообщит в определенной инстанции, а человек, водитель, пытается торговаться с ним, пытается заплатить ему некую сумму денег, чтобы тот не выписывал штраф и тому подобное. И вот такая система взяточничества на дорогах, как вы понимаете, позволяет автоинспекторам иметь неплохой дополнительный доход. Но на этом история не заканчивается. Дело в том, что и многим водителям такая ситуация выгодна. Она позволяет им избежать неприятностей с властями, позволяет им избежать лишения водительских прав. Очень просто все. Дал взятку и ездит дальше. И никого особенно это не смущает, когда приходится давать взятку официальным сотрудникам государственных структур, государственных служб. Это был один пример. И вот другой пример. Представьте себе, что вы живете и миссионерствуете в стране, где оформление чего бы то ни было, оформление каких-либо бумаг, это всегда ужасная волокита. И любой подобный процесс занимает уйму времени. И оказывается, что ускорить этот процесс можно лишь в том случае, если найдется какой-нибудь, так сказать, знакомый племянник друга, у которого есть соответствующие связи и взаимоотношения. Но и связи от них недостаточно. Вот этому нужному лицу, готовому помочь в решении вашего вопроса, надо еще, так сказать, выразить глубокую благодарность в том или ином денежном эквиваленте, определенной суммой денег. Только в этом случае есть реальный шанс получить желаемое оформление бумаг. Так выглядит общая картина. Теперь я приведу конкретный пример. Например, допустим, вы служите миссионером в чужой стране и хотели бы построить новое или отремонтировать уже имеющееся здание церкви. И в том и в другом случае, по закону этого государства вам требуется соответствующее разрешение на строительство. И вот эта бумажная волокита значительно усложняет дело, потому что получение разрешения на строительство – это неопределенно растянутая во времени бумажная волокита. И вот соблюдение установленной процедуры, начиная с написания заявления и так далее, соблюдение всей этой сложной долгой процедуры может отстрочить ваши планы на месяцы, а то и на годы. Однако потом выясняется, что есть в этой стране человек, чиновник, от которого в конечном итоге и будет зависеть, получите его разрешение на строительство или нет. А кроме того, отнюдь не секрет, что вырази заявитель ему свою глубокую признательность, и процесс пойдет несколько быстрее. Под глубокой признательностью опять-таки подразумевается взятка, которая дается с целью получить желаемое. Допустим также, что человек, который затеял весь этот процесс – это миссионер, глубоко убежденный в своем призвании служить Господу в этой стране и уверенный в Божьей воле относительно строительства или ремонта здания церкви. Но, как оказывается, местные власти этому вот так вот негласно препятствуют. И такие ситуации, по свидетельствам самих миссионеров, возникают в их жизни, практике служения довольно часто. И, конечно, у миссионеров возникает вопрос, как поступить в такой ситуации? Что будет этично сделать в этой ситуации? Ведь, с одной стороны, мы же осуждаем взяточничество и незаконное упрощение процесса. Но, с другой стороны, если мы можем, если мы хотим жить, функционировать и совершать служение в стране, то служение, к которому нас призвал Господь Бог, то, казалось бы, надо приспособиться к системе. Может быть, не стоит приспосабливаться к этой системе? И вот с этой проблемой сталкиваются люди во всем мире. Думаю, что эти два примера позволяют составить представление об обсуждаемой дилемме. И здесь, в этой ситуации, с одной стороны, мы стремимся придерживаться христианской морали, христианских принципов, того, что говорит Библия. Но, с другой стороны, если так поступать, то это может значительно затруднить, если не сделать вообще невозможным совершение того служения, которому Господь Бог призвал нас в этой стране. Что делать? И по ходу дела хотелось бы разобрать и этот вопрос, а также указать на то, что подобные ситуации возникают в жизни не только миссионеров, но и в жизни обычных граждан, обычных христиан в разных странах. Как добрые христиане, все хотят быть покорными Богу, хотят служить Господу и тому подобное, и в то же время, как же вести это служение? Так как же разрешить эту проблему? Я думаю, что начинать, вероятно, было бы разумно с того, что в данном случае имеет место конфликт между одним моральным долгом и другим. Обратимся к случаю с автоинспектором. Здесь мы видим ситуацию, когда, с одной стороны, мы обязаны соблюдать правила дорожного движения, никто их не отменял, а также мы обязаны подчиняться представителям власти, той страны, в которой мы находимся. С другой же стороны, на нас лежит ответственность за выполнение нашего служения, того служения, к которому нас призвал Господь. И теперь, когда мы рассматриваем эти два вида долга, в отрыве от каких-то конкретных обстоятельств, от какой-то конкретной ситуации, просто рассматриваем такую гипотетическую ситуацию. И здесь должно быть ясно, что оснований для конфликта между соблюдением правил дорожного движения и подчинением представителям государственной власти, сюда также, вероятно, стоит отнести и неприемлемость взяточничества, а также между совершением веренного Богом служения, конфликта в принципе, быть не должно. Избежать этого конфликта вполне реально. Эти обстоятельства вступают в противоречие в описанном нами случае потому, что представитель власти, используя существующую систему, используя свое положение, как человека при власти, вынуждает вас совершать действия, которые идут в разрез с библейскими этическими принципами. Здесь мы видим ясный конфликт двух видов принципов. И вот тогда мы встаем перед дилеммой. Как же нам поступить? Что нам делать? Может быть, нам стоит подкупить автоинспектора и тогда избежать штрафа? И ведь мы знаем, что и штраф-то этот был выписан необоснованно, но все-таки был выписан представителем власти, как будто бы я действительно нарушил правила. Итак, подкупить ли его, чтобы избежать санкций, а следовательно, не лишиться автомобиля, возможности водить автомобиль и продолжить заниматься служением, которому меня призвал Господь Бог. Или же сказать, знаете, я не могу нарушать Божьи заповеди и красть, обманывать, подкупать должностные лица. Так что пусть инспектор выписывает штраф и будь что будет. Понятно, что, не дав взятку, я лишусь машины и не смогу нести служение. Похожее или подобное противоречие или конфликт возникает также и в ситуации с получением разрешения на строительство или на ремонт здания церкви или каких-либо еще зданий и для миссии. Итак, здесь, опять-таки, действуют правила. Мы не должны давать взятку начальникам. Этого нельзя делать. Нам также нужно проявлять покорность властям. И нам нужно помнить о веренном нам Богом служении в этой стране. Итак, сами по себе все эти обстоятельства не подразумевают наличие между ними какого-либо этического конфликта или какой-либо дилеммы. Вполне реально, никого не подкупая, соблюсти установленную процедуру оформления документов на получение разрешения на строительство и далее действовать в соответствии с законодательством страны, регулирующим данный вопрос. При этом вполне возможно не нарушать никаких нравственных законов и спокойно заниматься служением. То есть, никакого противоречия здесь, в принципе, возникать не должно. Но противоречие это возникает. И возникает оно из-за особенностей функционирования системы в этой стране. Вот эти ситуации и более общую картину важно уметь видеть, поскольку возникает вопрос о конфликте этических принципах, и при этом христианину приходится решать, как поступить, какому принципу следовать, какому нет. Это возвращает нас к началу лекции. Мы должны вернуться к обсуждению темы разрешения этических противоречий и к рассмотрению связанных с этой проблемой всевозможных теорий, этических правил, природы этих правил или принципов, и их возможных взаимных противоречий. И вы, наверное, помните, что мы отстаивали так называемый иерархический подход. Иначе говоря, мы утверждали, что для разрешения этических дилемм необходимо учитывать факт наличия целого ряда обязательных для нас этических правил, различных по своей значимости. И мы пришли к выводу о невозможности построения иерархии правил, универсальной для всех случаев. И, скорее всего, необходимо сначала разобраться в ситуации, посмотреть, какие принципы в ней, в этой ситуации применимы, какие из них имеют наиважнейшее значение, какие нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах, а какими можно поступиться. Так вот, в подобных случаях оба принципа соблюсти невозможно. Следовательно, от нас этого и не требуется. Итак, в этой ситуации, если возможно соблюсти только один принцип, а другой невозможно, если вы можете доказать, что именно этот принцип имеет приоритетное значение, тогда вас нельзя будет обвинить в аморальном поведении, то есть нельзя будет обвинить в том, что вы не исполнили другой принцип. Помните о моральной ответственности. В этом случае мы можем говорить об ответственности лишь тогда, когда у человека есть выбор. Есть выбор поступить так или иначе. Здесь же, по крайней мере, при поверхностном рассмотрении, возникает конфликт нравственных норм и нравственных правил, и соблюдение всех этих норм и правил в равной степени оказывается невозможным. То есть человеку неизбежно приходится выбирать, какому принципу последовать, а какой принцип придется нарушить. Итак, это должно нам помогать. И помните, мы уже отмечали, что в этом случае человека нельзя обвинить в неисполнении всех правил. Итак, как это все относится к данной ситуации? Давайте попробуем возвратиться к началу курса. Помните, мы тогда рассматривали теоретические аспекты этики. Давайте вспомним, что мы обращались к вопросу о количестве нравственных норм, о типах разных нравственных норм и о возможности их взаимного конфликта, когда одна нравственная норма начинает конфликтовать с другой нравственной нормой или даже с несколькими нравственными нормами. И помните, в связи с этим мы рассмотрели ряд подходов к описанию вот этих этических норм. Описывали мы их в аспекте их количества, их типологии и их взаимного противоречия. И тогда, если помните, я отмечал, что наиболее обоснованным мне представляется именно иерархический подход. Согласно этому подходу, нам предписывается целый ряд всевозможных нравственных норм, и иногда эти нормы вступают во взаимное противоречие. Что же делать в этом случае? В этом случае, когда одновременно оба правила соблюсти невозможно, или даже несколько правил, которые могут быть применимы и соблюсти невозможно, в каждом конкретном случае следует определить степень приоритетности каждого из предписываемых правил. Это высокая приоритетность, средняя, низкая и так далее. И тогда, как только такая иерархия будет установлена, необходимо следовать наиважнейшему по степени приоритетности правилу, возможно, это необходимо будет делать даже в ущерб другим нормам и принципам, которые могут быть применимы в данной ситуации. Мы также отмечали, что при таком подходе человек не несет моральной ответственности за пренебрежение менее приоритетными правилами, если он исполнял более приоритетные правила. Кроме того, мы указывали на сложность построения некой универсальной иерархии нравственных норм, которая была бы применима в любой ситуации. Мы отмечали необходимость отдельного рассмотрения каждого конкретного случая. Иначе говоря, каждая ситуация требует анализа, специального анализа актуальных для нее именно нравственных правил и установления их возможного взаимного противоречия. И далее, иерархизации по принципу приоритетности и основанных на этом дальнейших действий. Это любые обвинения в неисполнении того или иного этического правила из числа менее приоритетных будут необоснованными. Почему? Потому что в данной ситуации люди были лишены возможности соблюсти все предписываемые нравственные принципы. Итак, мы пришли к выводу о том, что имеем дело с этической, то есть нравственной дилеммой. И в этом случае иерархический подход есть наиболее оптимальный способ разрешения этой дилеммы. И мы также отметили, что человека будет неправомерно, то есть нельзя обвинить в неисполнении всех моральных обязанностей, всех моральных правил, тогда, когда это не представлялось ему возможным. Что ж, я думаю, что это помогает нам понять, как дальше действовать в этом направлении. Итак, все это говорит о том, что я или вы не можем подчиняться властям, и при этом соблюдать правила дорожного движения, и при этом проявлять уважение к личности инспектора, и также одновременно с этим продолжать исполнять служение, которому у нас призвал Господь, в некоторых случаях нам приходится выбирать. Но что же нам выбирать? Прежде всего, нам необходимо четко определить, действительно ли, действительно ли соблюдение всех нравственных правил в данной ситуации абсолютно невозможно. Иначе говоря, действительно ли мне не обойтись без, так сказать, пренебрежения тем или иным принципам? Но как это узнать? Для начала, я думаю, что следует проанализировать все возможные или все допустимые в данном случае варианты. Вполне возможно, способ подчиниться властям, подчиниться автоинспектору без подкупа и без лишения всех водительских прав все же есть. Допустим, у вас есть знакомый начальник, которому можно рассказать о случившемся, и при этом вы никому не давали взятку и не дадите, но вас собираются лишить прав. Возможно, у этого человека есть также свои связи в автоинспекции, и, возможно, он сможет помочь вам в разрешении этой сложившейся проблемы. И, возможно, остановившему вас инспектору предложат аннулировать зафиксированное им мнимое нарушение правил дорожного движения, и тогда это позволит вам сохранить права и продолжать заниматься своим служением, которому призвал вас Господь. При таком варианте вам не придется поступаться теми или иными нравственными принципами. Однако я не знаю, насколько такой вариант реалистичен. Законы того государства, в котором вы находитесь, и та конкретная ситуация подскажут ответ на этот вопрос. Я же привожу этот пример для того, чтобы подчеркнуть, что, собираясь поступиться тем или иным моральным принципам, следует твердо убедиться в том, что все возможные варианты решить проблему законным и нравственно приемлемым путем исчерпаны. У вас не должно оставаться никаких сомнений в том, что соблюдение всех предписываемых моралью правил в данном случае абсолютно невозможно. В противном случае, то есть, пойдя по пути нарушения нравственного закона, при наличии возможности выбирать или избежать этого, ваше поведение будет безнравственным. Однако давайте теоретически допустим, что для сохранения водительских прав обойтись без нарушения норм морали абсолютно невозможно. И в таком случае получается, что глубокая признательность автоинспектору, так сказать, за бдительность на дороге, за усердие в деле соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, за бдительный контроль безопасности движения, и есть единственный способ не потерять права. При этом вы ожидаете, что в ответ на вашу благодарность инспектор не станет фиксировать нарушения вами правил дорожного движения. Если принять во внимание, что нарушения этого на самом деле-то и не было, и ситуация не должна была возникнуть вообще, то нам следует тщательно проанализировать возможные варианты, если исполнение всех требуемых обязательств абсолютно невозможно, надо определиться с приоритетами, то есть решить, что в данном случае важнее – избежать взяточничества и подчиниться инспектору как представителю власти или сохранить возможность заниматься веренным вам Богом служением, в котором без автомобиля просто не обойтись. Я полагаю, что многие из вас могут рассуждать так. Если Бог действительно призвал меня к этому служению, а в этом вам тоже следует убедиться, потому что вполне возможно, что это всего лишь ваше мнение. Так вот, если Бог действительно хочет, чтобы вы продолжали трудиться для Него в этой стране, нести свое служение, то лично я предпочел бы покориться Божьему призванию ценой нарушения иных актуальных для данного случая нравственных требований. И несмотря на то, что мне или вам неприятно оказываться в подобном положении, я думаю, что все же обосновать это, так сказать, выражение глубокой благодарности автоинспектору в этой ситуации каким-то образом возможно. И тогда это не будет нравственно предосудительно. Почему? Поскольку в рассматриваемых обстоятельствах оставаться в рамках всех правил и всех законов совершенно невозможными. То же самое относится и, к примеру, с выдачей разрешения на строительство здания церкви. И здесь то же самое. Прежде чем нарушить закон или правила, прежде чем решить дать чиновнику взятку, в первую очередь твердо убедитесь, что никаких других вариантов разрешить ситуацию и получить разрешение на перестройку или строительство здания церкви морально допустимым способом, имеется в виду, у вас нет. А все же, если есть такие возможные варианты, то вы обязаны их использовать. Иначе ни о каком истинном противоречии между Божьим призванием в вашей жизни и государственными законами о выдаче разрешения на строительство просто не окажется, просто не будет. Если же ситуация, в какую вы попали, действительно не позволяет соблюсти все необходимые нравственные требования, если ситуация все-таки заставляет вас чем-то пренебречь, чем-то поступиться, то, как и в случае с водительскими правами, вы должны решить в самом начале, что важнее, что приоритетнее, что главнее, получение или хотя бы попытка получить необходимое разрешение согласно установленной процедуре, в результате чего церковь вы можете так и не построить или не перестроить, или выполнение порученной вам и церкви Богом миссии, которая явно предусматривает наличие здания. Не знаю, как вы, но имея твердую уверенность в своем призвании к этому служению, не забудьте также, как я и говорил, проанализировать и этот вопрос, ведь человек может заблуждаться в отношении своего призвания и в этом месте, и таким образом, я счел бы Божье призвание важнее соблюдения установленных правил получения разрешения на строительство. Нравится ли мне использовать альтернативные варианты или нет в виде выражения способа почтения соответствующим чиновникам в размере n-ной суммы денег, в то время как то же самое можно было бы сделать и без всего этого? Нет. Мне это не нравится. Но мы живем в этом падшем мире. И этот мир, греховный мир, порой создает ситуации, когда этические нормы и принципы, которые изначально не должны ступать ни в какое взаимное противоречие, все же начинают конфликтовать друг с другом. Таков этот греховный мир. Это следствие порочности нашего мира, следствие действий государственных чиновников, тех людей, которые создают для нас подобного рода проблемы и нравственные дилеммы создают, заставляя нас искать способы разрешения этих нравственных дилемм. Я уверен, под эту категорию попадают самые разные ситуации. И в каждом конкретном случае нам с вами крайне важно понять, что мы действительно имеем дело с нравственной дилеммой. И далее следует убедиться, что данная ситуация действительно характеризуется взаимным противоречием моральных норм и правил, и что соблюсти их все одновременно представляется совершенно невозможным. Помимо этого, необходимо быть твердо уверенным в Божьей воле в отношении сложившихся обстоятельств. И если все эти аспекты внимательно проанализированы и установлены, определены, тогда надо определить, какой из нравственных принципов в этой ситуации имеет приоритетное значение исследовать этому принципу. Поступаться моралью никому неприятно, равно как и неприятно оказываться в ситуации, когда ты вынужден это делать. Однако я глубоко убежден, опираясь на принципы, которые мы в той или иной форме обсуждали на протяжении всего курса, что иногда мы можем поступиться одной нравственной нормой в пользу соблюдения другой, более важной, более приоритетной. Ну что ж, тема христианин-государства, разумеется, отнюдь не исчерпывается сказанным, впрочем, как и тема этики в целом. За этот семестр мы много успели изучить, и хочется надеяться, что эти знания вам пригодятся в будущем и полезны уже сегодня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok